Амбеби, сам играл с Шуагулидан Де-факто Абхазия, по их утверждению, не продает электроэнергию за рубеж Об этом сообщает руководитель пресс-службы Черномор Энерго Алхаз Гагулия, комментируя высказывания одного из грузинских политиков По сообщению ряда грузинских информационных ресурсов, член партии «Национальное движение» Петра Цискаришвили в эфире «Бизнес-Контакта» заявил, что Абхазия берет электроэнергию Ингури ГЭС бесплатно, потом продает ее в Краснодар, что становится источником дохода Подобное заявление отметил Гагулия, это корявая попытка лишний раз заработать политические дивиденды Подразделения российской военной базы Южного военного округа, его дислотированные в так называемой Южной Осетии, приступили к полевым занятиям на полигоне Адзарцемей Как сообщает агентство РЭС, со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, в учебных мероприятиях задействовано более 2000 военнослужащих 14 января день государственного флага Грузии в селе Рухи Зугдитского района, как и во всей Грузии отметили день грузинского флага Студенты из Угдитского университета имени Месхия подняли флаг у полицейского поста рядом с Ингурским мостом Молодежь исполнила государственный гимн После завершения мероприятия студенты направились в Белиси в резиденцию президента Грузии, где в связи с этим днем состоятся приемы встречи с Георгием Маргвелашвили Современный флаг Грузии представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета с четырьмя маленькими красными крестами в четырех квадратах, а также одним центральным Этот флаг символизирует спасителя и благовестников Специально к этому дню изготовили талонный флаг Грузии, который почетный караул символично водрузит над президентским дворцом И он будет храниться в дальнейшем в специально выделенном месте во дворце У министра внутренних дел Грузии Георгия Амхебришвили три новых заместителя Амхебришвили представил их сегодня на проведенном министерстве брифинге Так, его первым заместителем будет Бесик Амиран Ашвили, прежде директор департамента полиции Автономной республики Аджария А замами Давид Вардиашвили, финансист и юрист Эмираб Малания До этого руководитель департамента по особым поручениям МВД По заявлению Георгия Амхебришвили, МВД и он сам, как министр внутренних дел, с обновленной командой продолжат и еще более ужесточат борьбу против преступности По его словам, борьба с преступностью будет непримиримой, бескомпромиссной и на этом пути они будут успешными Франция сокращает сроки выдачи визы грузинским гражданам Как сообщает Франц24, соответствующее заявление сделал глава французского внешнеполитического ведомства Лоран Фабиус По словам Фабиуса, сроки выдачи визы сократятся для граждан пяти стран Грузии, Армении, Турции, Вьетнама и Индонезии В частности, граждане перечисленных стран смогут получить туристическую визу за 48 часов Это решение было принято Франции с целью содействия развитию туризма Однако пока неизвестно, когда именно оно вступит в силу Зарубежные новости. Взрыв Диабакыр в провинции Турции унес жизни еще пяти человек Ранены по меньшей мере 36 человек, сообщает BBC Среди погибших женщин с ребенком спасатели разгребают завалы в поисках пострадавших Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял Власти подозревают активистов рабочей партии Курдистана Во вторник в результате теракта на площади Султана Ахмед По последним данным погибли 10 туристов из Германии По меньшей мере 15 человек получили ранения Власти заявили, что террорист-смертник был связан с группировкой Исламское государство У меня все к этому часу С новостями дня с вами была Майя Пепе Всего доброго